Добрый день. Меня зовут Анна, я врач-невролог и сейчас я вас немножечко попугаю. Расскажу про нейродегенеративные заболевания. Я неспроста употребила такой громкий термин как эпидемия, и сейчас вы поймете почему. Но сначала немножечко поговорим об истории. Где-то с 7 века до нашей эры было известно, что старость сопровождается некоторыми нарушениями разума. И первым задокументировал этот факт Пифагор. Пифагор разделял всю нашу жизнь осознанную на пять периодов. То есть до 7 лет люди вообще, по его мнению, не обладали каким-то разумом, не могли мыслить, и он их за людей-то толком не считал. Дальнейшее существование человека он разбил на следующие пять периодов, и два последних он назвал сениумом. Два этих периода он характеризовал гниением и умиранием тела, и в то же время помутнением разума. И говорил, что любой человек с возрастом потихонечку по своему разуму возвращается к первому периоду жизни до 7 лет, когда он фактически не может мыслить. В пятом веке до нашей эры Солон, опираясь на учения Пифагора, когда менял законодательное право, причислил стариков и их показания, которые давались, скажем, в суде или по мере написания завещаний, к тем, к которым нельзя прислушиваться. Он их приравнял к тем показаниям, которые были даны, например, под страхом смерти, под воздействием насилия. Следующий важный век в изучении деменции старческого славоумия внес Гиппократ. Гиппократ был первым, кто заявил, что это ненормально, что с возрастом человек глупеет. Он говорил, что это болезнь. Как известно, он всю нашу внутреннюю сущность разделял на 4 жидкости. В зависимости от преобладания той или иной, у нас соответствующий темперамент, мы болеем теми или иными заболеваниями. В норме, когда человек стареет, по мнению Гиппократа, он становится холодным и сухим, темперамент смещается в эту сторону. Но если происходит какой-то дисбаланс между этими жидкостями, то человек заболевает, и он становится параноиком. Термин паранои впервые ввел именно Гиппократ. И этот термин на тот момент не означал ничего больше, кроме как снижение ума. И когда происходит дисбаланс этих четырех жидкостей, когда человек становится параноиком, он неизбежно погибает. То есть это состояние летальное. В римской школе изучением деменции, связанной со старением, активно занимался Цицерон. Цицерон также утверждал, что глупость, слабоумие — это не норма, это болезнь. Более того, он был первый, кто заметил, какие люди глупеют с возрастом, а какие нет. Он утверждал, что глупеют те, кто в течение жизни были ленивыми, кто не утруждал себя интеллектуальным трудом и обладал слабой силой воли. Отсюда он сделал вывод, что от старческого слабоумия, синильного, можно защититься. И как раз пропагандировал людей работать над собой, развивать свою силу воли, тренировать память. И последним, кто обобщил все греко-римские изыскания на эту тему, был Гален. Он ввел термин «морозис», который существует до сих пор. И «морозис» на английском значит «дебильность». И он опять-таки писал про таких больных, следующие вот эти вот цитаты, что их знания стерты, они забывают буквы, они забывают даже собственные имена. В дальнейшем изучение старения немножко сошло на нет. Со становлением христианства, в принципе, все болезни стали списываться на наказание за грехи. И это логично, что чем старше человек, тем больше он грешит, тем больше ему нужно перенести в течение жизни наказание. Поэтому старики с возрастом глупеют, это нормально. Но в 13 веке великий доктор, он был францисканцем по совмещению, английский, Роджер Бекон, который вообще очень существенный вклад внес в развитие медицины, его очень любили, его даже прозвали доктор Мирабелис, доктор удивительный. Он занимался как раз-таки изучением старения и нарушения разума с возрастом. Он считал, что наш головной мозг представлен внутри тремя сосудами. Это изображено на картинке передний, средний и задний. И внутри этих сосудов циркулирует своеобразный спирит, который раздражает стеночки то одного, то другого, то третьего. И в зависимости от этого, если он бьется в лоб, то у нас развивается воображение. Если он где-то в середине, то мы можем принимать волевые решения и какие-то умозаключения. И если он сзади, то у нас активируется память. Так вот, Роджер Бекон говорил, что с возрастом весь этот спирит уходит в лоб, поэтому у нас совершенно нету памяти. Мы не можем принимать волевые решения, но при этом у стариков очень богатое воображение. Они могут что-то видеть, чего не видят другие и так далее. То есть галлюцинации на сегодняшний день. В 1901 году появился такой известный немецкий психиатр Алоис Альцгеймер, который на съезде психиатров описал клинический случай. Эта женщина, Августа Деттер, была его пациентом. Он наблюдал ее пять лет, пока она не скончалась. Он заметил, что у нее нетипичные нарушения памяти, не такие, которые бывают у других стариков. Сначала она была просто растерянной, как все, но слишком быстро, быстрее, чем все остальные. Она стала забывать такие вещи, которые человек забыть не может. В том числе она стала забывать свое имя, имена своих родственников и перестала узнавать себя в возражении в зеркале. Но при этом она прекрасно узнавала себя и своих родственников на ранних снимках. Позже она потеряла совершенно всякий интерес к своим хобби, к своим родственникам и друзьям. Она перестала есть, потому что не чувствовала голода. Она забыла, как правильно ходить. Вот эта фотография уже на терминальных стадиях. Совершенно потерянный взгляд. Она истощенная, потому что не питается. И в итоге она погибла спустя пять лет от начала заболевания. Альцгеймер, как истинный врач, вскрыл ей черепную коробку после смерти и увидел, что мозг у нее атрофировался не так, как он предполагал, не так, как считалось, меняется мозг в старости. И так, спустя несколько лет, после еще нескольких таких наблюдений, в 1906 году он объявил о таком новом заболевании. Несколько его учеников также стали описывать такие случаи. И в 1910 году появилось новое заболевание – болезнь Альцгеймера или прессинильная деменция. Что мы имеем на сегодняшний день? Это результаты клиники Майо, которые гласят, что до 80% старческой деменции обусловлены болезнью Альцгеймера. Это, конечно, цифра колоссальная. Потому что мы считали, что с возрастом у нас там сосуды, атеросклероз, давление, поэтому старики глупеют. Но, оказывается, сосудистая деменция – это всего лишь 20%. А болезнь Альцгеймера составляет от 60 до 80. На сегодняшний день в мире проживает более 20 миллионов пациентов с болезнью Альцгеймера. А на 2025 году ожидается почти 40 миллионов таких пациентов. Чем проявляется болезнь Альцгеймера клинически? Это прогрессирующие нарушения памяти, такие, какие были описаны у пациентки Альцгеймера. То есть сначала это некоторая забывчивость и растерянность, потом это нарушение характера. На первый план вылезают эгоистические черты, теряется всякий интерес к окружающему. И постепенно нарушаются высшие корковые пункции, и такие пациенты забывают, как ходить, как пользоваться бытовыми предметами, чистить зубы, как писать. Они не узнают себя в отражении в зеркале. И кончается это все неизбежно летальным исходом в среднем через 5-10 лет от начала заболевания. Вот на этом слайде приведены результаты так называемого теста рисования часов. Тест очень чувствительный, используется врачами для того, чтобы выявить когнитивные нарушения на ранних стадиях. Самый левый рисунок — это здоровый человек, а дальше больные люди рисовали часы. И вот самый нижний — это уже запущенные стадии болезни Альцгеймера. То есть мы можем в разговоре с пациентом даже не выявить каких-то нарушений, потому что кажется, как будто бы, особенно если первый раз видим человека, он нормально разговаривает, но мы просим нарисовать его часы, видим такую красоту. Что происходит с нашим мозгом при болезни Альцгеймера? Слева приведен снимок — это мозг человека здорового. Наверное, он был нездоров, потому что у него вытащили мозг. Справа мозг пациента с болезнью Альцгеймера. Что происходит? Мы видим, что борозды становятся очень глубокими, извилины становятся худыми и истощенными, становятся большими мозговые желудочки. Но наиболее выражены эти изменения в области височных долей. Это на правом снимке снизу, то есть они совсем изъедены, мозг как будто растворяется. То же самое на снимках МРТ. Мы видим, что вещество головного мозга уменьшается в объеме, желудочки расширяются, борозды расширяются. Еще один срез. Справа все, что белое, — это спинномозговая жидкость, которая просто заполняет пространство, где раньше был мозг. На клеточном уровне что происходит? В основе болезни Альцгеймера лежат два основных процесса. Это внутриклеточные отложения в нейронах, то есть они, видимо, становятся зернистыми, они забиваются патологическим белком, таупротеином, он выпадает в осадок, и поэтому клетка не может нормально функционировать. Во вне клеточной среде откладывается другой белок, бета-амилоид. Он также растет, в норме его там не должно быть. Он выпадает в осадок, не растворяется, и опять-таки он просто физически вытесняет нейроны, и нейроны гибнут. Это патоморфологические срезы. Стрелочками справа и слева показаны отложения бета-амилоидов, вне клеточные, голубыми звездочками отложения таупротеина, то есть нейроны становятся большими, темными, не такими, как должны быть. А это рисунок ученика Альцгеймера, который зарисовал то, что происходит с нейронами на разных стадиях заболевания. Опять-таки мы видим, что погибают нейрональные отростки, нейроны меняют форму, они становятся темными за счет вот этого отложения таупротеина. Естественно, такие клетки нормально не могут работать. На сегодняшний день болезнь Альцгеймера делится на две группы. Наследственная – это около 20% и спорадическая. То есть она возникает непонятно почему. Можно сказать так. В наследственной форме болезни Альцгеймера вносит три основных гена. Ген белка предшественника бета-амилоида, того самого, который выпадает в осадок, и гены двух белков, которые являются переносчиками этого амилоида. То есть либо меняется структура белка, и поэтому он вываливается в осадок, либо он не может нормально переноситься из клетки и обратно, и опять-таки выпадает в осадок. Также описан ген АПА-липопротеина Е, который в своем аллельном варианте Эпсилон-4 почти в два раза повышает риск заболеть болезнью Альцгеймера, независимо от того, семейная это форма или спорадическая. Еще раз. Вот на этой схеме представлен процесс синтеза белка. То есть сначала у нас ДНК. Тот участок, который несет ген необходимого белка, раскручивается. С него происходит считывание матричной РНК, которая выходит в цитоплазму, и с нее считывается белок. В случае генетических форм наследственных болезней Паркинсона нарушение происходит на уровне ДНК, то есть происходит мутация, меняется последовательность нуклеотидов, и белок изначально имеет неправильную структуру. В случае же спорадических форм болезни Альцгеймера происходит, что белок изначально имеет нормальную структуру, нормальную последовательность, но потом уже выходя либо из клетки, либо оставаясь в цитоплазме клетки, он неправильно упаковывается И образуется неверная пространственная структура. Тут внизу приведена схема как раз Тау-протеина, который при болезни Альцгеймера откладывается в клетках. И неважно, в чем проблема, в том, что нарушена была структура ДНК или в том, что нарушена пространственная упаковка. В любом случае такой белок выпадает в осадок, и нейрон гибнет. Почему осадок вызывает гибель клетки? Потому что, во-первых, чисто физически он забивает все пространство в клетке. Он подпирает мембрану и начинает ее раздражать. Как внутриклеточные отложения, так и внеклеточные. В итоге в мембране образуются поры, так называемые бета-цилиндры, через которые происходит ток ионов как внутрь клетки, так и из. Это приводит к тому, что внутри клетки наблюдается повышенная концентрация кальция, который крайне цитотоксичен, и нейрон гибнет. Плюс вот это избыточное отложение, осадка, которую клетка не может сама растворить, запускает заложенные в клетке генетические процессы апоптозы, то есть клеточные гибели. И в итоге дальше, как цепная реакция, один нейрон погиб, передается информация соседнему, что что-то там не так, он тоже гибнет, и наблюдается крайне быстрая гибель нейронов. Тут еще раз приведена схема патогенеза болезни Альцгеймера. То есть независимо от того, наследственна эта форма или нет, в любом случае у нас одни и те же механизмы выпадения белка в осадок и гибели нейронов. А здесь я привела самые часто встречающиеся нейродегенеративные заболевания, только те, которые на слуху. Чтобы вы понимали, если болезнь Альцгеймера – это 80%, а все остальное – это еще огромный багаж этих заболеваний. То есть это действительно эпидемия. Их на сегодняшний день очень много. Болезнь Паркинсона, например, верхняя строка. Каждый 20-й человек заболеет с возрастом 60 лет и старше болезнью Паркинсона. Каждый сотый человек в этом же возрасте заболеет деменцией с тельцами Леви. Ну и так далее. Что объединяет все эти заболевания? Чем они страшны и почему они объединяются в одну группу? Помимо патогенеза общего выпадения того или иного белка в осадок и клеточной гибели, они все ведут к прогрессирующим когнитивным нарушениям. То есть даже если человек при том… Ну, например, при Паркинсоне пациент живет около 20 лет. Даже если он живет дольше, чем, например, при болезни Альцгеймера, можно считать, что это не жизненное существование, потому что это тяжелейшие двигательные нарушения, и это тяжелейшие когнитивные нарушения. Все эти заболевания, слава богу, объединяют то, что они дебютируют, как правило, в позднем возрасте. То есть это 50 лет и старше. Но, как мы знаем, у нас медицина не стоит на месте, мы научились лечить инфаркты, мы научились лечить инсульты, и люди живут дольше. Поэтому с каждым годом заболеваемость с нейродегенеративными проблемами растет. Хотя в России все с выживаемостью не так хорошо, как в развитых странах, все равно у нас сейчас эпидемия наблюдается. Если во всем мире болезнь Альцгеймера лидирует, то у нас лидирует болезнь Паркинсона, потому что она начинается раньше, у нас люди просто не доживают до Альцгеймера. После того, как стало известно, что происходит с мозгом при Альцгеймере, Паркинсоне и прочих заболеваниях, стали более подробно задаваться вопросом, что же происходит с мозгом просто при старении. Почему при старении страдают нейроны больше, чем остальные клетки? Ну вот тут приведен снимок мозга молодого человека и мозга пожилого человека. Мы видим, что это очень похоже на то, что происходит с мозгом при болезни Альцгеймера. Те же широкие борозды, глубокие, узкие, извилины, полнокровные сосуды. Но это не больной мозг, это просто пожилой мозг. Оказалось, что с возраста 25 лет каждый год наш мозг уменьшается в объеме на 1%. С возраста 25 лет серое вещество начинает прогрессивно гибнуть. Белое вещество начинает гибнуть с 40 лет, но на самом деле это тоже иллюзия. Потому что белое вещество — это всего лишь отростки клеток, сами клетки — это серое вещество. То есть когда кора начинает гибнуть, отростки оставшихся живых клеток начинают ветвиться, чтобы брать на себя функции соседей. Поэтому кажется, что оно до 40 лет сохранно. Но это все не так. С 25 лет наш мозг умирает. К 50 годам от мозга остается 50% отростков, 50% нейронов. К 60 годам на 50% снижается секреция белка, синтез белка в нашем головном мозге. Почему именно нейроны? И почему нейроны так чувствительны к возрастным изменениям? У нейронов есть ряд особенностей, как функциональных, так и морфологических. Нейроны не делятся в течение жизни. Мы все знаем, что нервные клетки не восстанавливаются. Это плохо, потому что, в принципе, если в клетке и накапливается какой-то патологический субстрат, то во время деления с излишком цитоплазм этот осадок выкидывается. Если же клетка не делится, ей некуда деть остаток. Плюс нейроны являются самыми энергопотребными клетками. Тут на картинке схемы нейрона мы видим, что он очень длинный, и чтобы передавать информацию из одной части клетки в другую, нужно много энергии. Поэтому митохондрии в нейронах всю жизнь делятся, даже активнее, чем в мышцах. А в митохондриях, мы все знаем, есть своя ДНК. Соответственно, если митохондрии постоянно делятся, в них накапливается большое количество точковых мутаций. Это ведет к тому, что с возрастом митохондрии становятся все больше и больше неправильных, поломанных. Они не могут обеспечивать клеточное дыхание. И нейроны находятся в условиях постоянного оксидативного стресса. И опять-таки гибнут. Плюс банально нейроны длинные, и они очень хрупкие. Поэтому нейроны считаются самыми чувствительными к старению клетками. А на молекулярном уровне что происходит с нейронами? Это то же самое, что было при болезни Альцгеймера. Выпадают в осадок неправильные белки, накапливается оксидативный стресс, образуются поры, в клетке закачивается кальций, и в итоге нейроны гибнут. Это очень страшно, потому что оказалось, что мозг стареет так же, как развивается болезнь Альцгеймера. И до сих пор неизвестно, почему у кого-то возникает болезнь Альцгеймера, а у кого-то нет. Нет, процессы одни и те же. Чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, приведу результаты нескольких исследований последних лет. Ни для кого не секрет, что онкология — это еще одна пандемия 21 века. Тут приведена таблица заболеваемости и смертности от различных форм злокачественных образований. Лидирует рак легкого, рак простаты, рак молочной железы, и на сегодняшний день колоректальный рак также уже почти достигает по численности рака легкого. Если смотреть различия по полу, то... Следующий можно? Спасибо. У мужчин наиболее часто это простата, колоректальный рак и легкая, у женщины это молочная железа и легкая. Ну так вот, что хорошего. Ученые заметили, что те, кто заболевают нейродегенеративными заболеваниями, почти не болеют онкологией. И наоборот. Было показано, что женщины с болезнью Альцгеймера практически не заболевают раком легкого, практически не заболевают раком молочной железы, матки и придатков. Мужчины с болезнью Альцгеймера практически не заболевают ни раком легкого, ни раком поджелудочной железы. Пациенты с болезнью Альцгеймера не заболевают раком легкого и колоректальным раком, двумя самыми частыми онкологиями. А болезнь Гинтингтона, например, защищает от всех форм рака, кроме почему-то аденокарцинома, слизистой щеки и глотки. Таким образом, нейродегенерация — это что? Это гибель клеток, это гиперактивация апоптоза. Онкология — это наоборот стимуляция клеточного деления и торможение процессов апоптоза. То есть мы стали чуть-чуть ближе к пониманию этих процессов и, в принципе, открываются новые горизонты для разработки лечения. Либо одной эпидемии, либо другой. Я надеюсь, что в относительно ближайшее время у нас что-то получится. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Спасибо большое. У нас есть время на вопросы. Сейчас подойду. Добрый день. Вы говорили о том, что в случае активной умственной деятельности в петахонах трех накапливаются ошибки. Так что войдет следствие уже к отмиранию нейронов и дегенерации мозга. Значит ли это, что если в течение жизни вести активную умственную деятельность, заниматься, например, научной работой, то мозг деградирует быстрее? Спасибо. Быстрее? Деградирует? Нет. Это не так. Наоборот, на самом деле, были исследования, которые показывали, что люди интеллектуальных профессий, если заболевают, то позже из заболевания у них течет мягче. Это можно объяснить тем, что мыслительная нагрузка, любой активный мыслительный процесс, он очень повышает образование вот этих синаптических связей. И поэтому даже если мы запустим какой-то мутагенез и клетки начнут гибнуть, у нас будет так много нейронных связей, синапсов, что соседние нейроны будут брать на себя функции погибших товарищей. Но на самом деле все равно, к сожалению, и политики, и писатели заболевают болезнью Альцгеймера, но действительно позже, чем в общем целая популяция. Политики – это интеллектуальная профессия, правильно понял? Здравствуйте. Скажите, существуют ли какие-либо данные по поводу зависимости возникновения болезни Альцгеймера от образа жизни, питания и прочее? Что увеличивает вероятность возникновения? На самом деле образ жизни и питания, диета, климат и так далее больше влияют на сосудистую деменцию, которая обусловлена как раз атеросклерозом, гипертонией. В этом плане полезно заниматься физическими нагрузками, спортом, правильно питаться. Единственное, что могу сказать в плане болезни Альцгеймера, немного, и Паркинсона тоже, немного защищает курение и кофеин. Умеренно. Здравствуйте. Еще такой вопрос по поводу медикаментозного лечения. Зная то, что лечения Альцгеймера как такового нет, есть препараты, замедляющие этот процесс, которые могут более гладко, чтобы болезнь проходила. Что это за препараты и как они на нейрональном уровне действуют? На сегодняшний день есть две группы препаратов, которые худо-бедно снимают эти симптомы. Один препарат, акатинол-мемантин, это блокатор НМДА-рецепторов. Запуск потока кальция внутрь клетки происходит при гиперактивации НМДА-рецепторов. Мемантин просто блокирует эти рецепторы. И есть препараты группы холиномиметиков, это ингибиторы холинэстеразы или агонисты холиновых рецепторов, М-холинэрецепторов в основном. Поскольку также гибнут и холинергические нейроны при болезни Альцгеймера, которые обеспечивают когнитивную функцию, то эти препараты просто восполняют дефицит ацетилхолина в головном мозге. Но это работает тоже до поры до времени, пока еще хоть какие-то нейроны живы.